Доброе утро! Мы приветствуем еще одну нашу утреннюю гостью. Это Александра Елисеева, организатор выставки «Открытый космос». Выходить будем сейчас с вами в «Открытый космос». Доброе утро! Рада вас видеть. Здравствуйте! Доброе утро! Александра, в Казани начинает работу выставка приключений «Открытый космос». «Открытый космос». Чем будете удивлять гостей? Уже завтра откроется, пожалуй, самая необычная выставка о космосе в этой стране. И необычность ее заключается в том, что все, что раньше было за стеклом, все, на что мы только могли смотреть, сейчас можно попробовать с помощью новейших технологий. Да, да. Потрогать, попробовать. Все приключения, которые на выставке представлены, все включены в билет. И поэтому там можно провести целый день. То есть каждый желающий, который в детстве мечтал стать космонавтом, можно сказать, практически в открытую будет выходить в космос. Он может это как-то на себе испытать, да? Да. Все, кто придет к нам на выставку, может одеть в скафандр, примерить его, может сесть в кресло космонавта, может пройти испытание на центрифуге. Это испытание, на котором отсеивается большинство кандидатов в космонавты, но мы заметили, что дети совершенно его не боятся. Отлично. Дети, наоборот, туда идут, потому что интересно же, что такое. Да, я думаю, что наши телезрители уже заинтересовались, и мы сейчас проведем обещанный розыгрыш вот этих двух билетов. Итак, внимание, эти билеты достанутся тому, кто правильно ответит на наш вопрос. Какой ученый стоял у истоков создания советской ракетно-космической техники, а также был создателем первого пилотируемого космического корабля? Назовите имя и фамилию этого человека. Подсказка. Он недолго жил в нашем городе. В Казани есть улица, названная в его честь 570-50-75. Ждем наших победителей и продолжаем беседовать с нашей утренней гостьей. Скажите, пожалуйста, какие будут самые интересные экскурсии, экспонаты, выставки, кроме вот этой центрифуги? Ну, все 47 приключений очень интересные. 47. 47 приключений и 8 космических реальностей. Все стоит попробовать. Как мы любим говорить, что интересно будет детям от 1 до 99 лет. С помощью новейших технологий вы сможете отправить свой голос на другие планеты и услышать ваше звучание, как бы вы звучали под воздействием других атмосфер. То есть голос бы звучал совершенно иначе. На Марсе, на Венере, на Юпитере. Да, да, да. Вы сможете пройти квест смешанной реальности, где ощущения в виртуальной реальности привязаны к настоящему, и вы там будете идти по мостику над пропастью на Марсе, спасать станцию. Я уже это представляю. Смешанная реальность, кстати, нам уже в этом году преподнесла же природа, когда мы такие стояли в марте, а там, оп, февральская погода. Вот это была смешанная реальность. Не путаю, не путаю, подожди. Вот по поводу, можно отправить голос и послушать, да? А хорошо. А могут там ответить инопланетяне? Да, кстати, есть у нас и такой экспонат, где вы пишете послание на Марс, и, возможно, вам придет ответ оттуда. От камня, например. Ну нет, почему? Я лежу здесь много лет. Ну вот заодно и узнаем, есть ли жизнь на Марсе. Но мы точно знаем, что наши телезрители нас смотрят внимательно, и у нас уже есть дозвонившиеся. Сейчас пообщаемся, возможно, эти билеты достанутся именно вам. Алло? Алло, здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня Халитова Нина Горизиана. Очень приятно. Итак, ваш ответ. Меня Королев. Академик Сергей Королев, совершенно верно. Мы вас поздравляем. Эти два пригласительных билета на выставку, даже выставку приключений «Открытый космос» достанутся вам. Пожалуйста, не кладите трубочку, вам администратор все объяснит. Мы вас поздравляем. Я даже вот прям немножечко завидую. Ну что ж, Александр, спасибо вам огромное за такой объемной ответы на наши вопросы. И это настолько заинтересовало и заинтриговало. Я уже просто, не знаю, я честно, вот сына возьму и отведу, и сама. Исполню свою детскую мечту. Приходите обязательно, мы ждем. Мы очень старались для казани. Обязательно, Блинар. Спасибо вам.